И мне сегодня как раз уже накануне занятий сбрасывали результаты ваших работ. Я давал на прошлой неделе такое небольшое задание. Оно было связано с развитием, с тренировкой ваших навыков как историков. И я, наверное, включу демонстрацию экрана. Мне Никита сбрасывал ваши задания. Вот мы сейчас с вами некоторые из них посмотрим. Кто написал. Итак, наземный транспорт. Вот, как раз вижу. Для начала давайте напомним, что за задание было, а потом будем уже смотреть. Я давал вам акварели, которые датируются концом 18 века. Это у нас Алексей Тимофеевич Болотов делал зарисовки дворцово-паркового ансамбля в Богородинске для Екатерины II. То есть граф Бобринский, ее внебрачный сын от Потемкина. Для него была выстроена усадьба. И там вот, в общем, поскольку территория была большая, для гостей усадьбы был сделан удобный транспорт. Как сейчас у нас с вами маршрутки ходят, да, мы все привыкли, садимся в маршрутки и отправляемся, куда нам надо. А тогда у нас гости, их нужно было переправить на другой берег. По своим делам они могли поехать. Его там навещать могли многочисленные родственники, друзья, знакомые, дамы. В общем, и поэтому, как говорится, по территории там ездили кареты, вдоль живописных берегов ходили лодки. Какие кареты, я вас просил узнать для задачи виртуальной реконструкции. Вот лодка, там на 10 человек, несколько-то за веслами сидят, где-то у нас просто посетители. Люди едут на карете, такой она, не крытая карета, вот на боку сидят. Вот у нас кучер сидит, да, это местный крестьянин из близлежащего поселения, которое было приписано к дворцу. Это такие, ну, зависимые люди, которые, это его, скажем так, работа, он нес в службу и вот он доставлял грузы. Вот здесь вот у нас фактически тоже интересный такой облик. И мы сейчас посмотрим. Мне прислали работы несколько ребят, да, то есть не все. Сейчас я показал все акварели, какие я вам дал для задания. Первая работа у нас Вальдман, да. Итак, один из транспортов мы с вами сейчас можем даже посмотреть, да, то есть я среди акварели буду показывать, и вы будете говорить, похож или не похожи. Так, вы все обратили внимание, да, вот тут кучер сидит, рядом с ним тут баба, вот, русская женщина в костюме, это я так образно, извиняюсь. Посмотрим на его, как говорится, работу. Скажите, пожалуйста, похоже или нет, как вы сами видите? Оно? Да, похоже. Я тоже так считаю, угадал. Так, русский типаж. То есть есть фотография, по которой вы можете дать, как говорится, ваш, то есть дать человеку, и уже он там в 3D, кто будет выстраивать это в компьютере, отмоделит. И тут две лошади также запряжены, вот тут у нас можно посмотреть, как это могло выглядеть, как была лошадь запряжена. Ну, такой транспорт, тоже люди сидят здесь на боку, да, то есть очень прям похоже, да. Это перевозка грузов, такая небольшая телега. Давайте посмотрим, как у нас, где тут что-то связано с телегой. Ну, тут тоже, наверное, тот же самый транспорт, но телеги здесь, ну, может быть, где-нибудь, да, телегу такую мы точно не встретили, но, в общем, скорее всего, она в ходу была. Итак, лодка, водный транспорт. Ну, здесь у нас, конечно, лодка поуже, да, то есть то, что мы видим вот здесь и на акварели, отличается. То есть лодка, вы не угадали, то есть это такая традиционная лодка, так, ну, это у нас что-то более-менее похоже, вот такие длинные лодки. У них было свое название, да, то есть это так, акварель, ну, в общем, качество съемки, ну, здесь по акварели мы можем видеть, как весла крепились, да, а здесь крепление очень размыто, непонятно. Так, ну, вот это точно не подходит, мы видим, здесь это более такой даже европейский вариант, ну, хотя, ну, визуально, визуально она у нее нос остроконечный, да, но был ли близкий? Правильный ответ на лодку я заранее покажу сейчас, чтобы мы так, ну, в общем, могли уже сейчас посмотреть, хотя, ну, давайте, так, 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 объекты реконструкции, транспорт, где у меня здесь папочка с транспортом? Так, ну, покажу я лодку, это акварели 1614 года, да, то есть, вот, ну, это, скажем так, не совсем точный транспорт, называется она «Верейка». Вот, точный облик лодки, ее Петр Первый завез, то есть, вот этот водный транспорт, вот мы можем посмотреть, как он выглядит, вот видно тут даже и подзорная труба специально можно было посмотреть, далеко ли плыть, в общем, есть музей, где мы можем прийти конкретно и даже в точности ее в компьютере срисовать, все видят эту Верейку, да, вот он, острый нос, алё-алё, да, да, видим, и даже чертежи есть ее, да, ну, это, скажем так, с лодками, посмотрим, ну, были близки, кто мне был, Вальдман был близок, вот, пожалуйста, я хочу еще посмотреть работу, это у нас Балосян, да, так, здесь у нас очень такая длинная лодка, да, тоже рассчитана на большое количество людей, нос у нее не остроконечный, ну, в общем, принцип похожий, но, наверное, на 18 веке в конце это было, она выглядела чуть иначе, это не эта лодка. Повозка тоже, та же самая фотография, русские типы, ну, здесь девушка на боку сидит, ну, вот, наверное, не совсем. Такие кареты в 18 веке точно не ходили, вот, поэтому это неправильно ответить, точно, то есть, это по эпохе вы не угадали, вот. Вот, вот это тоже у нас эпоха, не совсем, то есть, тут вряд ли так может быть. Так, эта карета у нас тоже в 19 век, конец, середина, в общем, не подойдет. Вот, это у нас повозка, ну, повозки на акварели, если помните, у нас люди на боку сидели, повозки, если мы посмотрим, там не найдем повозки. Тоже на боку транспорт, здесь транспорт на боку. Ну, разве что тут, нет, повозки все-таки здесь нету, поэтому это не повозка, тоже не повозка. Так, из всего, ну, в общем, были близки, вот, вот нашли этот вариант, единственный, да, но, в общем, есть над чем работать, да. В общем, поиск по акварелям, это достаточно сложно, особенно, когда речь идет о веке, да, в 18, вы должны не забывать, что ваши примеры, которые вы ищете, они должны относиться к этому историческому периоду. Ну, тут что-то, лодка, да, такая европейская, как каяка, да, но тут один, мы видим, что здесь двое людей помещались в лодке, здесь один человек, лодка не так, не подходит. Это уже 19 век, да, то есть тут в Европе, вот, ну, похоже на Верейку, вот, ну, вот остроконечная, да, здесь остроконечная, но что-то вот из этой серии, да, Верейки были. Вот это точно не нет, нет, так, это уже помора, наверное, да, русский север, но нет, вот она, Верейка, похоже, вот, тоже весьма схож с нос лодки. Молодец, кто обратил внимание, лузянин Никита. Так, ну, изгиб колеса, как пример, изгиб колеса, да, изгибы колеса брали у карет, конечно, но это вот уже, так, здесь. То есть, вот, на боку как раз, да, то есть это вот такие, назывались, назывался такой транспорт у нас линейка. Было несколько вариантов ее реализации этой линейки, вот, вот так вот. Вот, у нас человек на боку сидит, да, то есть это линейка. Так. Я сейчас показываю акварели, какие у меня были. Смотрите, это у нас дрожки, дрожки, тоже такой вид транспорта, который был. Люди сидели здесь на боку на этих дрожках, то есть, ну, это для дворян. Да, на момент конца 18 века, но это такой транспорт тоже был в ходу у нас. Поэтому представьте, что дворяне, они бы вряд ли бы сели бы на крестьянскую телегу. Поэтому, в общем, сейчас у меня вот такая вот телега, да, представьте, что дворяне, они предпочитали как, ну, в общем, кто привык на Лексусе кататься, на Жигуле не сядет. Вы согласны с этим? Алло. Да. Вот, в общем, вот эта модель Жигули, да, а вот эта модель Лексус, которую я вам показал. То есть, для благородных людей голубых кровей они предпочитали что-то поинтереснее, таким, с мягеньким матрасиком, ровно. В общем, вот для них делалось особый вид транспорта. Вот сейчас я показал вам дирейку. Так. Ну, было акварели, где мужик перевозил много. Много груза, примерно вот так это происходило, да. Ну, телеги – это близкая фотография, чтобы можно было срисовать, как у нас устроен механизм телеги. Ну, вот, в общем, вот подобным образом такая вот телега, где на боку сидели люди, сено было там насыпано, да, и, в общем, запряжена лошадь. Так, а я тем временем продолжаю смотреть Лузяне на Никиту. Ну, вот такой типаж здесь у нас присутствует, тип телеги. Здесь у нас телега с таким вот дном, мы видим таким мягким дном, да, ну, точнее, мягкой крыши. То есть это уже середина 19 века. Так вот у нас на 18 век не делалось там, в общем, ближе всего был у нас Вальдман, который нашел бочку, такую, как вот сверху была у мужика прикручена. Так, что здесь? Да, ну, вот он, транспорт, да, мы с вами, это такой крестьянский вид транспорта он нашел. Вот. Так, сейчас мы крутим, крутим, крутим. Ну, картина, да, действительно, как мужик перевозит груз, да, то есть вот телега. Отлично. Так, вот это у нас, да, вот, вот видно такой интересный момент, что тут вот по типу бочки, по типу бочки, вот она выгнутая. То есть вот именно вот этот вариант, он очень близок к акварели, которую я вам до этого показывал, вот к этой. Вот он очень близок достаточно. Такое жесткое крепление. Так, ну, в общем, тут опять крестьянский тип, варианты, так, это здесь не совсем. Так, ну, в общем, да, вот он пример, как они везут. Как раз везут, ну, в общем, да, тут достаточно размыто, размыт кучер, и вот люди сидят. Да, действительно, вот такой вариант на 18 век мог быть, это очень я такой не видел, поэтому спасибо большое, Никит. Но это уже 19 век, это точно не было. Это тоже не подойдет век попозже, получается. И вот, вот, в общем, у нас, да, но это опять крестьянский тип, да, то есть на телеге могли ехать люди. Но здесь вот непонятно, да, по-моему, я думаю, что тут такой вид транспорта, а не такой. Хотя, в принципе, то же самое может быть. Может, и вы правы. Так, вот он, да. Ну, в общем, пока здесь у нас крестьянские, все виды разобраны транспортов, на котором перемещались крестьяне, но с лодкой мы немножко не, Никита, не все нашел, что можно было бы найти. Задание было нелегкое. Итак, Андреева, давайте поглядим в вашу работу. Я посмотрю. Так, ну, тут достаточно большой вид транспорта, это для перевозки лошадей, да, я думаю, что-то подобное на 18 веке. Ну, возможно, я не видел, чтобы транспорт перевозили вот именно на акварелях, это было запечатлено, но такая лодка где-нибудь могла быть в хозяйстве. Так, ну, это у нас турецкие акварели, это Турция, но в Верейке, кстати, в то время у нас Екатерина II, война с Турцией, поэтому турецкий транспорт, это как сейчас, ну, представьте, автомобиль у нас пригоняет там из Китая или из Европы, да, то есть лодки это как импортный автотранспорт, точнее водный транспорт, то есть это в ходу было, но европейский, наверное, вот этот вариант нет, точно его надо вычеркивать, а турецкий это очень-очень близко, поэтому хорошо, похоже на Верейку, это нет, сразу матросы, это уже другой, так, крестьянский вид транспорта, это нет. Вот это похоже, возможно, ну, вот они так, палочки, а так здесь обычно доски как-то, ну, в общем, да, в таком стиле были оформлены, внутри они еще проходили. Такого не встречал на акварелях, но тоже достаточно очень близко, хорошо сделали, спасибо большое, в общем, подобрали акварели, но это больше ни от кого не приходило. Мы с вами сейчас продолжаем наше занятие, я хотел бы показать вам небольшую, во-первых, продолжить наш рассказ по применению программ компьютерного моделирования в исторических исследованиях, вообще для презентации, визуальной презентации объектов, для интересного рассказа о них. И сегодня я возьму сюжетный такой пример, пример будет посвящен рассказу о Транссибирской магистрали. У нас получается здание, ну, вообще, есть много тем, о которых можно рассказывать, говорить, и каждая тема требует специфичных технологий для ее подачи, рассказа. И вот, скажем так, Транссибирская железнодорожная магистраль – это самая крупная магистраль вообще в мире по длине железных дорог, по количеству станций и по скорости ее строительства. То есть там за тысячи станций было построено, начали при Александре Третьем строить, там, 1880-е годы, конец, и уже окончили 1916 год. То есть строили с такой скоростью, как у нас наши дороги прокладываются современные, с меньшей скоростью, чем при царе строили железную дорогу. Вы знали об этом? Или по крайней мере слышали? Алло, алло. Знали. Да, догадываюсь. Ну, в общем, смотрите, я сейчас буду показывать интересные фотографии, да, вот у нас фотографии. Вот у нас есть огромное количество альбомов в интернете опубликованных о том, как строили в этих городах, сквозь Сибирь, прорубали леса, строили через опи, мосты. Мы видим, да, вот какое население проживало в округе, да, то есть люди жили в таких шалашах, палатках. И вот эта тема, чтобы рассказать людям, не просто там фотографии черно-белые показать, да, можно, ну, смотрите, водонапорной башни, чтобы построить, скажем так, железную дорогу. Это же не просто прокладка путей, да, поезд надо заправлять воду, нужно ему уголь, ему нужно, там, я не знаю, питание останавливаться, станции, да, чтобы там кормить людей первого класса, да, там купцов, дворян кормить, чтобы они с голоду не погибли. То есть здесь целая инфраструктура, да, бывало ли во время движения поезда там люди, если сейчас у нас есть поезда, которые едут целую неделю, например, если вы собрались там в Хабаровск куда-нибудь, да, и вот человек едет целую неделю. И вот были поезда, например, вагон церковь, люди православные во время богослужения, там приходишь в вагон, там часовенька, батюшка, там тебя во время движения поезда исповедует, причастит святых таинств, там, вот, в общем, пообщается, то есть, скажем так, то есть, железная дорога, вот у нас как иконостас выглядел, да, здесь это целая инфраструктура, да, то есть нужно было, как говорится, тут помимо мостов, коммуникации, и все это было взаимосвязано, да, тут где-то, ну, как говорится, бывало и паромная переправа недалеко от железнодорожного вокзала располагалась, то есть, и вот вся вот эта тема, она требует различных технологий для приема презентации. Есть технологии доступные, ну, и менее доступные, вот смотрите, вот цветные картинки, да, вот казалось бы, вот откуда они появились, ведь есть только черно-белые фотографии, есть у кого-то догадка, откуда вот эта цветная фотография сейчас? Ну, наверное, обработали, как рисунок. Вручную? Ну, наверное, с помощью программ, с помощью ручного, это слишком, наверное, долго и сложно. Вот, с помощью программ, правильно. Какие-то фильтры, по типу такого, что-то. Ну, в общем, фильтры, которые вручную, автоматически это раскрашивают. Есть программа искусственного интеллекта, которая позволяет разукрашивать фотографии. Я показываю, например, MyHeritage, да, но это платный ресурс, то есть, бесплатная пробная версия, там, 5 фотографий раскрашиваете, а потом он просит от вас, ну, 14 дней пробный период, 5 фотографий раскрашиваются автоматически, и потом он просит 15 тысяч рублей, 14 тысяч рублей за дальнейшее раскрашивание фотографий. Вот. И проект, который у нас в оси сделали, компьютерное зрение тоже позволяет разукрашивать черно-белые фотографии. Благодаря этому появляются интересные, ну, многие люди попытались уже это сделать, разукрасили эти альбомы и совсем иначе стали они смотреться. Посмотрите, вот, например, да, там детские обереги, например, там местного населения, вот там мост через реку, да, вот здесь вот. Видно, тут даже цвет кирпича программа восстанавливает, то есть все это делает искусственный интеллект. Но это как бы одна технология информационная, которая доступна, где-то она попросит от вас денег, то есть вот человек взял и раскрасил, заплатил 15 тысяч и раскрасил целый альбом по подписке и опубликовал. И, в общем, вот люди могут уже смотреть цветные фотографии, там, увидеть, например, как выглядел там иконостас, да, ну, как говорится, цветовая палитра, это достаточно интересно, потому что черно-белая фотография совсем другое впечатление, когда вы смотрите и когда вы видите в цветном оформлении, да, станция, там, была ли она покрашена, какого цвет металла, какая одежда у людей. То есть уже становится гораздо интереснее смотреть. Ну и mail.ru. Они тоже раскрашивают фотографии, но качество, ну, чуть-чуть хуже, то есть угадывается цвета, но, то есть платный сервис все равно работает лучше. Итак, это только первый подход. Другой подход – это создание, скажем так, или там кинофильмов, лент на эту тему. Например, можно использовать там компьютерную анимацию, да, то есть если вы в 3D хотите восстановить этот объект, потом его показать. Я разбирал, ну, показать, кстати, да, вот на этом. На одном из занятий мы с вами рассматривали журнал ish.ru, который у нас, ну, это газета, они публикуют у себя на сайте, на сайте газеты, да, публикуют 3D-модели, где рассматривают, ну, какой-то сюжет. Ну, смотрите, кто из вас слышал, что при Петре I велись исследования по созданию подводных лодок? Вы слышали об этом? Ну, когда-то, да, я слышал об этом. Ну вот, а вот представьте, что есть у нас куча чертежей этой подводной лодки, вот один чертеж, есть история человека, его портрет. Вот, Ефим Прокофьев, сын Никонов, родился в селе Покровское Рубсово, Подмосковье, близ Нового Иерусалима. И вот, то есть, человек вот занимался созданием подводной лодки для Петра I, да, но она постоянно почему-то давала течь. Это подводная лодка, ну, как говорится, дерево, строительный материал, у нас еще металл, подводной лодки из металла не делают, вот, ну, сам принцип еще, как говорится, не отлажен. И вот здесь мы можем, как говорится, в 3D-модели не только прочитать эти все элементы, но видеть текстовые комментарии, да, как она работает, там, где весла располагались, там, какие иллюминаторы были, один из моряков правил кормовым рулем, да, то есть, и вот все вот эти элементы увидеть вживую и, как говорится, заглянуть в эту лодку и представить, как в ней, как говорится, сидел, как говорится, человек, который там для Петра I показывал вот эти, как подводные лодки можно было бы позитивно бы использовать для ведения военных действий, например, вот у него рубка здесь и так далее. Согласитесь, в 3D это гораздо интереснее посмотреть, чем просто увидеть, простой чертеж, да, ну, вот мы здесь можем посмотреть это, насколько оно объемное, насколько тут сама конструкция. Интересно же? Алло-алло. Да, да, все хорошо. Ну, ладно, ладно. В общем, я предлагаю еще разу, кому интересно, зайти на сайт, посмотреть. У них различные презентации по объектам. Итак, я сейчас перемещусь к рассказу о таком, ну, вообще, о строительстве железной дороги, о Транссибирской магистрали и разберу случай, когда, скажем так, наш объект, который мы изучаем, кстати, через 10 минут переподключение, надо будет переподключиться. То есть, в общем, 3D-модели, они позволяют нам интересным образом представить наш памятник, ну, объект, который мы изучаем. Есть альбомы, их альбом типовых чертежей, переустройство участков Сибирской железной дороги, Ачинск-Иркутск. И вот такой род исторических документов находится в интернете. Люди отсканировали эти альбомы. Мы видим здесь и мосты, и там, как клались все вот эти коммуникации, трубы, там, как делались водобойные колодцы. И вот такого рода документы, они, ну, скажем так, они немножко сухие. И понять их может только инженер. Когда мы смотрим на вот эти колодцы, ну, представьте, вот у нас есть, вот он туннель, да, и вот он, он же на фотографии. То есть, мы можем, конечно, этой фотографии представить. Смотрите, вот так на фотографии он, конечно, поживее выглядит, да. То есть, уже, ну, это я подобное нашел, это не точное, вот подобное. Вот, ну, пройтись, конечно, погулять по нему мы не можем. Вот такого рода чертежи, они находятся в открытом доступе. И, скажем так, там, реки, железнодорожные мосты здесь. И люди, которые изучают историю Транссиба, в основном описывают строительство, как говорится, самой трассы, да, укладку железнодорожных путей, длину, как решали какие-то вопросы по прокладке этой дороги, там, в том числе финансовые вопросы. А вот изучением архитектуры и конкретно, там, инженерных сооружений, да, там, строительства железных и железнодорожных станций занимаются, ну, как говорится, люди и занимаются, но все равно такого подробного разбора в интернете, там, архитектуры не существует, да. И вот эти вокзалы, они, как говорится, их, ну, просто есть чертежи, а вот чтобы рассказать, а что мы видим на чертеже, как он функционировал, да, как люди, например, ну, как работал этот вокзал, но об этом мало что написано. Я предлагаю сегодня вам рассказать об одном из пассажирских зданий на станции 4 класса, где будет полезно, вот мой рассказ, который я сейчас буду вам повествовать. Во-первых, ну, здесь вы, как историки, должны уметь читать разные документы, да. Если вы, там, читаете, например, там, грамоты, грамоты, там, 17 века, да, на Руси. Ну, тут надо подтвердить, что я не робот, там, грамоты 17 века, да. То есть есть определенные культурно-исторические факультеты, где учат читать вот такого рода документы. А вот вроде бы изучая архитектурный памятник, да, Транссиб, тут тоже нужно уметь понимать, как красиво и, ну, вообще, как грамотно прочитать этот чертеж, чтобы можно было про автостанцию, ну, про железнодорожную станцию рассказать. Интересно. Давайте посмотрим и немножко повникаем с вами. Будет ли вам это интересно, уважаемые историки? Давайте попробуем. Ну, хорошо, я рад. Итак, у нас с вами 1906 год на дворе, да, и в это эпоха строительства первого крупного, скажем так, ну, в это время у нас строятся железнодорожные станции, да, и в России моден в то время не русский стиль в архитектуре. То есть, ну, скажем так, любая конструкция, сооружение, они отвечают духу времени, да. Вот у нас есть архитектор Барановский, который делает, вот, смотрите, там, в стиле модерн, красивое такое деревянное зодчество у нас, да, в таком, все такое резное, вот. И когда вот мы на него смотрим, там, не русский стиль, кажется, что мы смотрим на какой-то волшебный дворец, там, как в русской сказке, да, 17 века, да. И вот нанимают подряды, да, которые разрабатывают, ну, скажем, дизайн этих железнодорожных станций, они делаются в таком традиционном русском стиле. У нас нет денег на строительство каменных станций, да, но из дерева, дерева много в Сибири, да, поэтому дерево рубится, обрабатывается, и тут есть у нас на станции и деревянная резьба, да, видно тут у нас листы, всякие, есть завитушки, да, вот здесь вот у нас такая красивая достаточно ажурная резьба, да, есть табличка с названием вокзала, вот в этой части здесь таблица с названием вокзала, деревянный орнамент, да, здесь у нас вот такие резные двери тоже с орнаментом, да, ну, досочки лежат в разном направлении, просто подчеркиваю какой-то рисунок окна, да, здесь у нас есть вот такие небольшие в виде пик, да, то есть тут тоже завитушки, водосточные трубы здесь не нарисованы, да, то есть есть у нас водосточные трубы, на чертеже мы встречаем несколько входов в вокзал, да, то есть вот тут у нас три входа. Итак, мы переходим к обзору плана, да, по плану вроде бы мы, по плану мы можем увидеть много интересных вещей, ну, какие, кстати, осталось три минуты, я буду рассказывать, если в какой-то момент я прервусь, нужно будет что сделать? Переподключиться по ссылке. Итак, на плане мы видим обозначение помещений, это самое интересное. Смотрите, ну, во-первых, мы видим, ну, как здесь помещение для людей, скажем так, которые приобретают, приобретают билеты на разные классы, то есть кто из вас катался в поезде, вы помните, что есть там вагоны класса люкс, да, есть вагоны купе, где все включено, ну, и там она повышенная комфортность купе. Есть у нас простые купе, да, и есть плацкар, есть еще сидячие вагоны. Тогда первый и второй класс могли приобрести только у нас купцы и дворяне. То есть поэтому представьте, что у нас, проходя в зал, да, скажем так, в станцию, люди проходили в сене и заходили в помещение, где были кассы, там было комфортное помещение, отапливаемое. Мы видим здесь две, скажем так, печных трубы, да, и здесь располагались там, как это, места посадочные для людей состоятельных, для двоян, для людей именитых граждан, то есть для купцов. А вот, например, зал, где были рабочие, крестьяне, всякая беднота, да, они тоже проходили через эту дверь, но у них был отдельный зал, полностью изолированный, ну, скажем так, от другого класса. Тут тоже у нас располагалось отопление, да, вот две печные трубы, были, была касса, куда можно было обратиться, да, тут и было, скажем так, и багажное отделение, где багаж людям, как говорится, состоятельным людям предлагали багаж вынести на перрон, довести, как сейчас в больших станциях встречали, да, и предлагали донести чемоданы, да, а здесь вот у нас выход на перрон. Но двери раздельные, то есть для богатых людей своя дверь, для людей средних и бедных своя дверь, и, смотрите, телеграф для начальника станции, для персонала, у нас отдельное помещение, поскольку на вокзале у нас, это не просто место для, скажем так, ожидания людей своего, ну, поезда, да, оно должно отличать определенной комфортности, то есть здесь есть, можно было почту отправить, вот почта, да, почтовое отправление сделать, можно было сообщение послать, сотового телефона-то нету, у нас телеграф, то есть начальник станции был, который тоже следил за порядком, и выход, то есть вот здесь у нас отдельный выход, да, то есть через один выход приносили почту, как это, сработал у нас почтовое отделение, телеграф, через другое у нас происходила посадка людей разных классов, да, ну, мы с вами еще переподключимся, и немножко я расскажу еще про это здание еще, хорошо, уважаемые студенты? Хорошо. Давайте подключайтесь, так, останавливаю запись, все. Так, почти все на месте, я продолжаю наш с вами рассказ. Так, включу немножко, поменяю немного свой фон, чтобы было, так, это у нас, сзади меня руины, скажем так, интересного места, тоже это Богородицкий парк, и там усадьба 18 века, здесь руины, ну, точнее, да, это руины, скажем так, да, то есть такие подземные лабиринты, которые сделали для развлечений. Ну, интересное место. Сейчас я включаю демонстрацию и переношусь со своего заднего фона, который я вам показал, на наш рассказ о железнодорожной станции, да. Ну, в данном случае рассказ о том, как исторические знания связать с практикой, чтобы можно было красиво рассказать на примере музейной экспозиции, да, о каком-то объекте. Если, например, вы изучаете, там, делаете дипломную работу, ее тоже можно постараться подать с помощью разных технологий, но сделать, используя разные программы, да. Ну, и пример, как проанализировать архитектурный объект, но рассказать про него нечто большее, чем написано, например, в тексте, потому что зачастую кто пишет историю, ну, вообще, какого-то большого процесса, там, Транссибирской магистрали, они просто могут не уделить внимания строительству небольших станций и, как говорится, их внутреннему устройству, да, то есть, как люди там жили, как они себя чувствовали, то есть, про эти вещи можно понять, только работая с, скажем так, с такими небольшими примерами, но и пытаясь их восстановить именно в компьютере, там, виртуально, или, там, вы делаете художественную реконструкцию, то есть, во время процесса работы вы понимаете, как это все функционирует. Давайте дальше продолжим наш рассказ. Я остановился на том, что у нас помещение, да, то есть, планировка самого здания, она была сделана грамотно, что конец 19-го, начало 20-го века у нас в России все-таки это классовое общество, у нас есть люди богатые, которые не хотят, скажем так, находиться в одном помещении с бедными людьми, то есть, да, и здесь существует у нас в вокзалах разделение по помещениям, да, то есть, они выходят через свои, скажем так, двери, да, там, в классе, где, там, были, например, дворяне, смотрите, дамская уборная, видите, помещение такое? Алло-алло. Да? Да, я видел. В общем, к чему я вам показал это помещение? Это то, что туалет не для всех, то есть, когда я прихожу в здание вокзала, я обычно там, ну, как говорится, разыскиваю на всякий случай, где туалет находится, да, а туалет-то только раньше был для дворян и для купцов, а если вы всякое, как говорится, из бедных сословий, то вам нужно на улицу было идти, какой-нибудь искать там маленький деревянный домик и там, как говорится, справлять нужду, вот, а здесь вот так вот спроектировано, что вот видно даже классовое различие между людьми, это очень интересно. Смотрите, теперь, проанализировав чертеж, ну, вот даже подписи, где какие объекты находятся, да, мы можем посмотреть на фотографии, постараться по фотографиям выяснить еще какую-то дополнительную информацию, которая нам могла бы быть полезна. Я открою сейчас объект реконструкции, станции, да, и вот мы видим, смотря чертежи, надо знать, был ли проект реализован или нет. Поскольку у нас здесь альбом типовых фасадов, то есть по этим чертежам делались подобные станции по всему периметру. То есть представьте, тысячи с чем-то станций, да, там, альбом, и в нем там, ну, может, там 100 страниц, да, вот этих чертежей, да, то есть и вот они, ну, сколько у меня файлов здесь, там, 99, то есть чертежей именно самих станций, ну, наверное, там, с десяток, да, но это именно участка, который я рассказываю, Ачинск, Иркутск, то есть это такой вот участок, то есть небольшой, их было несколько участков, Трансиба. Так вот, то есть вот здесь вот, смотря фотографии, выясняется, что вот она чертеж, который мы видели, вот она сама станция уже построенная, да, это у нас город, станция Камала, да, вот у нас станция Ключин и старая Камарчага. Может быть, есть еще станции, вот то, что вот из фотографии мы находим в опубликованных книгах, мы видим эту станцию, то есть вот одно и то же здание, по облику похоже, но есть некоторые там разночтения в его архитектурном облике. Вот здесь вот, например, видимо, денег на декоративный орнамент не хватило, то есть или строительных материалов положили, видно просто доски, вот они здесь, доски тоже есть, да, здесь вот у нас орнамент, вот у нас кронштейны поддерживают крышу, да, вот водосточные трубы, здесь водосточных труб нету, видно? Да, видно. Да, ну вот просто я так хочу иногда услышать ваш голос, мало ли там, что мне слышать, что я не для пустоты рассказывал. Вот, смотрите, то есть получается как бы, ну, и строительные материалы могли не подвозить, и, ну, это отдельный вопрос, то есть где-то вот эти проекты могли вноситься небольшие изменения, смотря исходя, ну, местных условий, да, то есть там финансирование и так далее. Вот, ну и что видим? Мы видим, что есть освещение, да, здесь на фотографиях, вот они фонари, да, где-то фонари есть, где-то вот здесь вот видно фонари исчезли, да, то есть их могли там унести, они могли сломаться, то есть, ну, как сейчас строят новые кварталы, ну, я сам родился в маленьком провинциальном городе в Тамбове, вот, ну и вырос. У нас, например, там строят какой-нибудь новый квартал, делают красивое, как говорится, освещение, там лампочки такие красивые, да, и люди бывают там, пройдет месяц, смотришь, тут фонарик стащили, там провода срезали, в общем, местный народ-то там кто-то граффити нарисовал на стенах, то есть, в общем, архитектура живет, да, и зависит от людей, ну, и тех, кто за этим следит. Вот, вот, то есть вот на станции, по крайней мере, и занимаясь виртуальной реконструкцией этого процесса, вы можете как бы восстановить, как это выглядело изначально, да, то есть поставить все фонари на место, компьютерная модель, вот они, фонарики, вот они все на местах стоят, да, или показать вашим, как это, ну, просто посетителям то, как он, нынешнее состояние станции, да, или как она запечатлена на фотографиях, вот. Потом давайте смотреть дальше. Дальше вот у нас по фотографиям мы находим много интересных вещей, ну, то есть, во-первых, мы можем восстановить материал, да, используя программу искусственного интеллекта. Здесь видно, что здесь чуть-чуть, тут и травка зелененькая, да, цвет дерева просматривается, да, металлическая крыша все-таки, здесь вот он, цвет металла виден, да, и дерево. То есть, вот программа, это сервис mail.ru, мне помог восстановить цвет. У меня 15 тысяч не было, и с учетом санкций, которые сейчас проходят у нас, за рубеж я не могу оплатить себе MyHeritage, ну, и тем более таких денег нету просто, чтобы раскрасить фотографии на 15 тысяч рублей, но, в общем, люди, кто-то может себе позволить. Вот, то есть, вот он сервис, я раскрасил фотографию, примерно посмотрел, какие цвета, цветовую палитру, и вот начал определять те элементы, которые просто на чертежах не отрисованы. Вот он фонарь, то есть, освещение восстановили, вот при входе фонарь, лампа, да, и вот маленькая такая, кубик такой при входе. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, что это такое? Приходит в вокзал. Ну, это, наверное, почтовый ящик и есть. Почтовый ящик, хорошо, молодец. А вот, вот если, например, заняться, то есть, как узнать, как он выглядит более детально? То есть, вот есть кубик, да, вот он же, на нем может быть что-то написано, да, то есть, чтобы детальнее просмотреть, как выглядел почтовый ящик в 19 веке, вот, в начале 20-го. Ну, с этим вопросом придем куда? В интернет, да, или в музей, да, то есть, там у нас, проводя поиск в интернете, по каждому элементу на фотографии, который достаточно так, ну, смутно нарисован, так не точно, мы обратимся в интернет. Смотрите, вот видите, музей, и вот здесь вот в музее есть почтовый ящик середины, конца 19 века, да, и уже с него мы можем срисовать, как это все выглядело, да, и потом в 3D уже простроить вот этот элемент. У нас с вами на занятии я предложу, во-первых, вам дам задание, оно, я вам дам ближе к 19.30, у нас как бы вторая пара, я буду давать именно на эту пару вам самостоятельное задание, чтобы вы могли мне также его за неделю выполнить, вот. Оно будет связано с попыточкой сделать такую 3D-модель по фотографии. Вот, забегу немного вперед, нам потребуется с вами онлайн-программа, которую мы найдем в поисковике. Ну, давайте я зайду, у меня поисковик Яндекс, ну, давайте я просто ua.ru, и вот в этом поисковике я вобью слово SketchUp Free. Пока что я просто рассказываю, но уже к 19.30 мы с вами должны будем это сделать, и здесь нужно будет авторизироваться, то есть чтобы нажав на кнопочку Start Modeling, мы с вами загрузились в онлайн-версию программы, в которой будем делать вот такой вот почтовый ящик. Всем видно? Алло, алло? Да, видно, видно. Да, это несложно, вот, но, в общем, вас хочу я познакомить с этой программкой, чтобы вы могли еще сами попробовать от модели самый простейший предмет, да, то есть такая небольшая тренировка, но тоже интересно, какой будет опыт у вас самостоятельно поработать в компьютерной программе онлайн. Вот, но я, наверное, на этом сейчас не буду заоставить внимание, продолжу рассказ, и потом мы к этому вернемся, к этому программе. Итак, модель. Мы с вами смотрели фотографии, да, я потом расскажу, как эту модель я представил на компьютерном сервисе. Это сервис SketchUp. Я неоднократно его показывал. Здесь на этом сервисе у меня есть ссылочка на происторию объекта, да, есть ссылка на фотографии, там, одной железнодорожной станции, второй, третий, рассказ, вот, какова длина этой станции, да, и все эти текстовые описания, они уже загружены в 3D-модель и расставлены в виде точек. Делается это автоматически, то есть в программе есть, ну, то есть, скажем так, в редакторе программы, в разделе редактировать, есть возможность эту точку просто прикрепить и прикрепить фотографию и текст. То есть благодаря этому мы можем сделать такую нашу модель компьютерную, информационную, чтобы у нас она, не просто вы могли ее там просто поглядеть, да, но увидеть, как, ну, просто чтобы вы могли рассказать, насколько возможно, о вашем памятнике, ну, архитектуре, скажем так. Итак, здесь я взял информацию из частично Википедии, да, план Тансиба, потом у нас история его строительства и частично доработал эти воспоминания сам, как представлял. Вот у меня тут есть текст описаний про, например, самый первый рассказ о, так, ну-ка, да, самый первый рассказ о станции. Да, вот у нас станции, вот у нас здесь есть станции истории ее строительства, подобные станции, их несколько штук, то есть по архитектурному облику. Так, это рассказ про освещение, вот мы можем видеть эти фонари, о которых я обратил внимание. Это телеграф, да, то есть вот он, телеграф стоит, для того, чтобы можно было отправить сообщение, напротив, на каждой фотографии мы можем с вами его обнаружить. Ну, то есть вот он, телеграф, вот там телеграф. Видно вот палочки две? Да. Да, ну, в общем, то есть, скажем так, вот это, эти текстовые комментарии, они необходимы людям, которые, ну, просто не соображают, ну, не могут интерпретировать, что за здание они видят, да, то есть телезобъект, то есть вот, ну, столб с каким-то элементом, да, то есть кто образован, узнает в нем телеграф, а кто-то скажет, ну, просто там, наверное, электроэнергия, там еще что-то, то есть там как бы, или скажет, нет, просто это там, я не знаю, вешалка какая-нибудь. То есть здесь нужен какой-то рассказ, да, на примере фотографии, но лучше всего, чтобы это была такая интерактивная модель, чтобы представить, как что находилось там. Вот здесь на фоне где-то фигурирует вот такая вот большая башня, да, и почти на каждой фотографии есть вот такие большие каменные дома, да, то есть на многих фотографиях, то есть вот они фигурируют. А как вы думаете, что это вот такие вот за вот строения? Они тоже входят в инфраструктуру железных дорог. Предположите их назначение. Может, какие-то типа водонапорные башни там. Правильно, правильно, да, это вот на напорной башне. То есть здесь была вода, ее, как говорится, заправляли поезда. Вот это так внутри выглядело. Сам котел большой. Вот он. То есть это очень интересно, да. И вот эти все объекты, они находятся на фотографии. И получается, когда мы с вами смотрим на фотографии, да, то есть человек, как говорится, ваш посетитель музея, или это, например, вы пытаетесь людям рассказать об этом процессе, там, на телевидении, там, на радио, там, или с помощью компьютерных технологий, нужно, чтобы информация настолько была наглядно объяснена, чтобы на каждой фотографии можно было интерпретировать этот объект. Вот мы смотрим, понимаем, ага, это водонапорная башня, это здание вокзала, это перрон. Да, вот здесь у нас такие столбики большие, высокие, а зачем они высокие? Здесь должны быть фонари, но, к сожалению, фонари здесь отсутствуют, да, то есть их сняли. Или вариант второй, то есть фонари, вот, например, поскольку они масляные, да, там, они дорогие, то есть вот эти фонари их выносили на ночь, то есть они хранились там у начальника станции, их зажигали, выносили, а потом ставили вот на эти подставки. Вот они здесь, они ставились сюда, когда прибывал поезд. И тут станционный смотритель, там вот вспоминайте Анну Каренину, это все ставил. Так я временно прервусь и через пару минут вернусь к вам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! где какие здания, как это функционировало, как работало. Итак, мы с вами смотрели 3D-модель. И я показывал вам текстовые комментарии, рассказывал о том, что я вам говорил, с рассказом, где располагалось отопление, в каких помещениях, где был вход в вокзал, один вход. Тут начальник станции был недалеко. С этой стороны здания переносили корреспонденцию. Телеграф как раз располагался, помещение почты. Вот вход на перрон сам. То есть все вот эти элементы мы должны людям рассказать, те, которые смотрят ваши модели, что, как работало, как функционировало, чтобы ваш архитектурный памятник ожил. Ну и сам процесс строительства этих зданий, чтобы было понятно, в чем заключалась эта инженерная мысль, какой цель преследовали авторы проекта. То есть это очень интересно смотреть на такие работы и, как это потом, делать потом определенные выводы. Я надеюсь, я смог рассказать, насколько возможно, об этой станции. И сейчас я предложил бы немножко попробовать еще поработать в программе для того, чтобы в ней научиться делать небольшие простые вещи. Это не программа визуализации, как Twinmotion, Lumen. То есть в ней, в общем-то, тоже можно было бы учиться работать, но ее надо было бы установить. То есть, а поскольку у нас с вами все-таки не практические занятия, такие лекционные, то здесь сильно загружать я вас не могу. Могу вам просто какие-то вещи интересно рассказать, предложить поработать. Итак, вы готовы попробовать вместе со мной поработать? Для этого нам потребуется зайти на сайт. Этот сайт я сейчас вам сброшу в общий чат. Пожалуйста, так это в интернете мы набираем скетч-ап-фри. Вот адрес. И этот сайт я вам сейчас отправил. Скажите, пожалуйста, вы получили? Да. Да, получили. И присылаю вам образец фотографии, модельки. Это вообще не модели, а это я уже заговариваюсь. Это мусейный экспонат. Да. То есть фотографии. Вот мы будем сейчас по фотографии пытаться его построить. Можно спросить, а можно ли сделать вот такой вот. Чтобы сделать его таким вот ажурным, тут нужно большое количество фотографий просто отснять. Ну, а в идеале тут ведь есть и резные, тут и короны, и прочие элементы. То есть здесь будет использоваться вторая технология. Это технология фотограмметы. Я про нее тоже рассказывал. И на практических... Ну, у нас были пара практических занятий. Когда я приезжал в Калининград, в университет, мы с вами делали трехмерную модель по фотографии. Помните, я рассказывал, как такие фотографии, когда в модели фотографируется любой памятник, используется программа-алгоритм, и она уже по фотографиям сама его создает в 3D. Был рассказ, кто помнит, что на парах? Да, помню. Хорошо. Вот, то есть получается для каждого предмета, да, есть предметы с ровными фигурами, как вот здесь, почтовый ящик. То есть его проще спроектировать в 3D-программе, да, моделирование. Есть программа фотограмметрии, там, где вот у нас резные все эти элементы. То есть тут Agisoft нам подойдет, Reality Capture. Можно в Zbrush это построить. Конечно, и в 3D Maxi можно, то есть там тоже есть элементы для работы с декором, вот, но в блендере. Ну, в общем, просто тут надо смотреть, где трудозатраты больше, и, то есть если вы не 3D-моделлер, а историк, и вам эту программу изучать очень хлопотно, долго, то проще, как говорится, как искусственный интеллект за вас это все в 3D построит, а вы потом немножко просто доработаете. Так, все, что нам потребуется, онлайн-программа, вы авторизировались, нажали Start Modeling. Она у вас подкрутилась. И тут нажимаете создать новый, Create New. Скажите, вы уже зашли сюда? У вас получилось зайти? Да, зашли. Зашли. Так, а у кого еще? Кто еще из пятерых человек смог это сделать? Да. Так, еще жду хотя бы одного, пожалуйста. Нам нужна Google Почта для этого. Так, Даниил, Никита, Тигран. Так, нас четверо. Видно, кто-то еще потерялся, походу. Если микрофона нет, можете отписаться. У меня не получается войти. А он что-то жалуется или... Ну, я выставляю свою почту, он пишет, что сейчас, что это пользователь уже зарегистрирован. А-а-а, так это же надо... Сейчас попробуем. Вот я прошел. У меня здесь... Ну, сейчас я thing-out выйду. Вот, нажимаем Start Modeling. Он говорит, надо провести идентификацию. Тут есть кнопка войти через Google. Вот. Он говорит, укажите ваш Google аккаунт. Вот у меня Google аккаунт уже в Google Chrome привязан. Если у вас нет, вы вводите логин, пароль. Вот я выбираю там Дениса, Аня. Семейный у нас аккаунт. У меня у супруги общий такой. И вот я авторизовался. Тут несложно. И все ваши модели, которые вы делаете, они находятся вот в этом, ну, как это онлайн среде этой. Их можно посмотреть. Картинку нужно скачать. Вот я ее скачал. И желательно скачать именно на рабочий стол. Вот как я здесь делал. Вот у меня картиночка, она скачана. Но если что, вы можете ее отсюда там сохранить с AFS. И на рабочий стол, там, почта. Раз, закрыть. Вот ваша картинка. И у меня готова открыта программа. Вот. Сама программа с правой стороны. И с левой стороны изображение. В общем, я потихоньку готов начать работать. Уже, как бы, пора. Получилось еще у кого-то так зайти? Так, ну, в общем, давайте, если что, на видео посмотрите. У вас будет задание на неделю. Попробуйте мне вот этот кубик отмоделить. Я сейчас покажу, как это сделать. Ну, я думаю, что сильно ума тут не надо. Камеру надо поставить в горизонт. Перемещаясь я с помощью кнопочки колесо. У меня есть мышка. Ну, у кого мышки нету, то здесь вам желательно эту мышку найти. Да. Вот кнопка тут поворота. Да. Здесь есть кнопка перемещения. Есть горячие клавиши. Для любой компьютерной программы. Например, SketchUp. Горячие клавиши. Эти горячие клавиши есть в интернете. Их можно посмотреть. Они нарисованы. Вот эти инструменты, кнопочки в любой компьютерной программе. То есть, по сути дела, у нас, наши клавиатуры, это пианино, за которым вы сейчас сидите. Вы можете нажать на любую кнопку. И вам программа, например, буква H, это перемещение влево-вправо. Орбит, буковка O, это поворот. То есть, ну, как бы, если выучить вот эти небольшие пару кнопок, их тут немножко, там 10 кнопок, 10 клавиш, то вы будете работать гораздо быстрее. Итак, я начинаю работать. Мне нужно перетащить картинку. Я ее схватил и перетаскиваю. Имидж. Ну, давайте поставлю вверх. И чуть-чуть сделаю размера примерно вот такого. Всем видно, как я перетащил. Сможете так сделать? Да, сделали. Молодцы. То есть, вы перетащили. И потом мы будем с вами просто чертить его с помощью инструмента, чертежный инструмент. Смотрите, я беру здесь карандаш, тащу направо его. Ну, вот или налево. Давайте направо. Смотрите, у нас единицы измерения. У кого-то здесь может быть не миллиметры, а там сажение, дециметры или там еще какие-то единицы, да. Я единицы измерения себе выставляю вот в этом окошечке. Ну, я закрываю его и открываю окошечко, да. У меня здесь настроены миллиметры и стоит точность. Ну, один, то есть, я ровными числами строю, да. Ну, можно вот так вот поставить. То есть, 1, 0. Ну, в общем, здесь, давайте пока на этом остановимся, точность. Итак, я отсюда тяну линию направо и пишу 400. То есть, вы как бы печатаете. Дальше линию тяну, пишу 200, Enter. Сюда опять пишу 400, Enter. И линию замыкаю. То есть, мне очень просто тянуть линию. Щелкнул, отпустил линию, тянул направо и печатаю на клавиатуре. 400, здесь 200, здесь 400, здесь 200. Вам удалось сделать пару квадратиков? Один хотя бы квадратик сделали? Да. Теперь мы, для того, чтобы вы видели размеры, вот у меня здесь кнопка, я вам эти размеры обозначу. Смотрите, вот 400 миллиметров, 200 миллиметров. То есть, вы также можете себе кухню начертить, перетащить картинку с планом вашей квартиры и также ее очертить и просчитать точно количество плитки с помощью этой программы. То есть, она удобная. Теперь мы поднимем наш объем. Вот кнопка, которая поднимает наш объем. Это буква П, парковка. Ее на сколько мы поднимем? На 500. Вот у нас 500. Я вам сразу этот размер обозначу. Кто просто на слух, может, не запомнит, вы увидите здесь эти размеры. 200, 400, 500. Человек мне не нужен. Я его удалил. Щелк и кнопка Delete. Теперь мне нужно его немножечко наискосок сделать. Приподнять заднюю стенку. Вот она, линия. Я выделить могу сторону, а могу выделить линию. Выделил линию. Инструмент перемещения. Вот она. Кто знает английский, вы знаете глагол Move. Двигать. Буквка M на клавиатуре. Нажали. Тянем вверх. На сколько? На 70. Enter. Ну и я каждый раз возвращаюсь на кнопку пробел, чтобы я дальше мог выделять фигуры. Вот она. Я вернулся. И теперь вот вам размер. Получается у нас 570. Так. Все. Скажите, уважаемый студент, удалось ли вам построить кубик и вытянуть вот эту линию, просто выделив ее и просто переместив ее, схватившись за перемещение, и приподнять, напечатав на клавиатуре 70. В общем, в крайнем случае, я как бы могу сейчас отмотать и еще разок показать. Итак, у вас кубик, нажимаем инструмент, подъем, один раз щелкнули и отпустили. Тут надо один раз щелкнуть. Пишем 500. Выделение инструмент. Выбрали линию. Переместить. На сколько? На 70. Вот вам размеры. Дальше я предлагаю разобрать, как построить материал, перенести с фотографии на вашу модель. Делается это просто. Правой кнопкой мыши нажимаю разъединить. Эксплода. Вот она, наша прекрасная фотография превратилась в материал. А теперь я готов использовать инструмент покраски. У меня здесь есть инструмент, две кнопки. Ребята, вы можете поглядеть сейчас, посмотреть на эти кнопки. Видно? Да, видно. Смотрите, здесь есть инструмент пипетка. Вот вы на нее нажимаете, и потом нажимаете на ваше здание. То есть вы отсюда пипеткой взяли материал и переносите его на любой из сторон. Вот так вот должно быть. То есть вы перенесли, и он вам переносит. Но его нужно отредактировать. Правая кнопка мыши. Текстура. Позиция. Дальше будет проще. То есть вы просто будете это все вручную вот так вот перетаскивать. Сейчас сношу. И потом эти точечки. Хватить. Схватил. Переставил. Схватил. Переставил. Схватил. Переставил. И теперь нужно их как-то растянуть. Чтобы я взял и растянул. Как это сделать? Нажать клавишу, которую я вам сейчас напишу в чате. Итак, я вам пишу в чате. Пишу слово. Клавиша. Shift. Shift зажали. И ваши кнопочки стали белыми. То есть принцип работы в этой компьютерной программе достаточно прост. То есть вы здесь просто импортировали фотографию. Enter нажал. Так. Текстура. Вот я нажал Project. Но это кнопочка вот здесь. Вот надо нажать Project. Иначе она вам ее размашит. Потом текстура. Позиция. То есть в общем здесь нужно просто, меняя положение этих кнопок, да, вот этих, ну, точек, да, выбирать участки, за которыми вы растягиваете ваш материал. То есть вы, по сути, используете как фото текстура и натягиваете на созданный вами кубик, как, ну, по форме, как вы сами его нарисовали. Так. Вот она ниже должна быть. Здесь. Ниже. Здесь. Enter. И здесь я скопировал. Alt. Ну, вот я нажимаю кнопочку. Копировать. Ставить. Опять. Отсюда материал. Копировали. Сюда. Ставили. Криво стал. Лучше, наверное, с другого места скопироваться. Копировали. Тоже не встал. Текстура. Проекция. Текстура. Позиция. Скажите, то, что я сейчас показываю, насколько это сложно выглядеть? Алло? Сложно. Сложно. Достаточно сложно, да. Достаточно. Ну, может, просто вы без подготовки. А так это, скажем, это реально. Скажем, вот так. То есть, эта программа достаточно простая. В ней всего, ну, сколько кнопок, да. То есть, схода это нужно запомнить. Ну, может быть, тут кнопок 5. И там правая кнопка мыши выбор. Только вот кнопка текстуры нужно не забыть. Вот эта позиция. И разгруппировать фотографию. То есть, фотография, она здесь в группе. Ее надо разгруппировать. И после этого у вас появится возможность именно красить прямо вашей моделью. У нас с вами еще будет переподключение через минуту, несколько. И я еще разок с самого начала расскажу, как это сделать. Поэтому давайте мы с вами переподключимся. И с самого начала я поделюсь с вами, как построить вашу модель. Поэтому давайте жду демонстрацию. Останавливаю. Я тут за это время немного. Сколько тут? 10. Вот. Я сейчас делаю тот участок. Это металлический элемент. Вот. Крышку. Я тут крышку делал. Никита Германович. Сейчас отключаюсь и переподключаемся. Остановить пользование. Завершить. Уважаемые студенты, давайте я начну эту работу заново. Кто на каком этапе отстал, можете посмотреть, как я делал и повторить эти действия. Понимаю, что наша программа 3D-моделирования, она, как говорится, для неподготовленных немного сложновато. Ну, в общем, мы работаем в одной из простейших программ. Да, то есть, которые есть. В общем, ну, возможно, есть еще проще, но у них, как это, алгоритм другой работы. Итак, я начинаю заново. У вас с вами, мы используем кнопку карандаш. Щелчок. У нас уже миллиметра здесь настроены. Кто пропустил, я это делал вот так вот. Выставив миллиметра, здесь настроил. Возвращаясь к моему щелчку. Карандаш, щелчок, тащу линию. Пишу на клавиатуре. Просто печатаю. 400. Колесико кручу и могу двигаться вправо, влево. Сюда по зеленой линии. 200. Enter. Сюда. 400. Так, ну, если я лишнее нарисовал, я нажимаю Escape. Вот, Escape это кнопка выход, вы знаете. В этой же программе все точно так же. Ой, что-то лишнее сделал. Шаг назад. Так, пластик удалил. Все видели, я нарисовал кубик. Для вас я его образмерю. 200. 400. Теперь мы этот кубик поднимем. Вот кнопка подъема. Так, один принцип тот, что я нажал и отпустил. И вот, куда я веду мышку, туда ведет, у меня вот эта моделька ведет. Мне нужно вверх. Насколько? 500. Enter. Опять оставлю для вас размер. Все. Он немножко вытянутый сверху ящик. Значит, нужно выделить линию и, ну, давайте, вот линия, и ее приподнять. Щелчок вверх, а сколько? На 70. Для вас сделаю размера. Раз. Итак, 570. Все видели. Стал у меня вот такой вот ящик. Моя фотография, которую я сюда вставил. Ну, мог я ее вставить раньше, мог вставить ее и сейчас, например. Вот. И эту фотографию должен был разъединить, нажав на какую кнопку. На какую кнопку я должен был нажать, чтобы ее разъединить? Правая кнопка. И вот она функция. Эксплода. Вы со мной еще или вы уже на перемену пошли? Нам вводит 2 минуты. Это перемен. Тут. Хорошо. Смотрите, у нас перемена будет в 30 минут. У меня 19-30. У вас, правильно я понимаю? Тигран, у нас должна быть до 18-40. То есть еще 12 минут. 18-50. Начало уже пар. Ага. Ну, то есть еще 12 минут. Ну, хорошо тогда. Тигран вот только подключился. Тигран, здравствуйте. От вас не было. У меня переподключился, да. У меня небольшие проблемы с интернетом. Ну, да. Проблема онлайн-обучения. В зависимости от технологии всем. Так вот. В общем, программа, я показываю. У нас с вами будет такое задание на дом. Скажем так, я буду не слишком строго наставить, чтобы вы это выполнили. Но если вы это сделаете, вы будете молодцами. Поэтому попробуйте за недельку освоить, как сделать такой простейший кубик. Сейчас я как бы заново, специально для Тиграна повторю это, потому что, ну, может, отключился, не видел. И с самого начала возьму, да. Итак, я размеры сброшу Никите, нажимаю Print Screen. И Никите у нас, так, отправляю размеры нашего объекта. Но, правда, он сейчас здесь недоделанный. Потом я его доведу до конца. Итак, беру инструмент. Проверяю, что здесь я проектирую в миллиметрах. И начинаю строить. Линия 400. Так, я печатаю на клавиатуре. 200. 400. Закрыл линию. Образмеры я ставлю для вас. Чтобы вы видели эти размеры. Подымаю. Уж пол. Щелчок отпустил. 500. Теперь линию выделяю. Вот инструмент перемещения. Или клавиша M. Move на английском. 70. Так. Размеры. Раз размер. Два размера. Теперь фотографии. Я готов рисовать. Вы фотографии перетащили с рабочего стола. Я фотографию Никите тоже отправляю. Отправляю. Так. Есть. Эта фотография у вас здесь сохранена. Положим, я удалил. Вот так я вставил. Имидж. Камера в горизонт должна быть направлена. То есть, если вы на пол ее вставляете. Смотрите. Компьютер вам ее на пол вставит. Но если вы смотрите в горизонт, он вам вставит ее в горизонт. Итак, вот фотография. Правая кнопка. Разъединить. Эксплоды. Дальше мы готовы раскрашивать. Как это делается? Вот кнопка покраски. Итак, это маркер, который берет пипетка. Схватили. У нас здесь появилась текстура. И нажимаем на наш объект. Вот на эту сторону. Правка. Правая кнопка. Точнее, правая кнопка. И здесь теперь мы изучим две кнопки. Мы будем дальше работать все время во вкладке текстур. Иногда я буду нажимать на кнопку позиция. А иногда я буду нажимать на кнопку проецировать. А потом на позицию. Вот две кнопки, с которыми я работаю. Позиция. Смотрите. Я могу двигать фотографию. И менять. У вас кнопки по умолчанию вот такие вот цветные. Вот они. Мы ставим по краям угла эти маркеры. Специально. Вот так вот. А потом, после того, как мы их расставили, мы будем растягивать ее. Я вам написал эту кнопку. Кнопка shift. Раз растянули. Два растянули. Три растянули. Четыре растянули. И enter нажал. Таким образом, мне нужно... Сейчас я скопирую материал. Тоже отсюда сюда. Он лег криво. Вот теперь-то я нажимаю кнопку проецировать. И опять позиция. Вот она кнопка. У меня тут убежали эти точки. Их надо поставить вот сюда. И сделать то же самое. В общем, задание собрать почтовый ящик очень простое. Я думаю, что за неделю, если будет возможность, попробуйте его сделать для саморазвития. Если не получится, ничего страшного. Ну, в общем, это чисто ваша тренировка современных технологий, которые, как говорится, вы можете как историк освоить. Ну, и также, если вам пригодится такая программа, можете где-то сделать с помощью нее дизайн. Ваши комнаты или перестройство квартиры и так далее. Так. Альт. Копирую. Текстура. Проецировать. Текстура. Позиция. Так. Сейчас есть не получилось. Можно. Текстура. Наверное, здесь неудачно. Так. Так. Зеленая кнопка у нас отвечает за поворот. Вот. Точки. Перетаскиваю. У вас вопросы есть? Алло, у нас осталось немножко времени до перемены. Потом я вам дам задание. Вот. Есть ли у вас вопросы, уважаемые студенты? Ну, пока летаем. Там, если появится, после перемены зададим. Просто я планировал вам дать, как говорится, задание на самостоятельное. И вас, как говорится, не проводить это занятие второе. Поэтому у нас будет это занятие как самостоятельное. Просто в Москве это глубокая ночь. И у меня просто нет возможности его проводить с вами. Поэтому я вам дам задание. И вы уже будете, как говорится, после перемены самостоятельно над ним работать. Ну, фактически задание касается изготовления до конца вот этого почтового ящика. Вот. Но изготовление именно вот этих остальных его частей. Я сейчас эти части буду делать. Ну, смотрите. Я, как говорится, делаю металлическую крышку. Вот эту металлическую крышку. И вот этот полукруглый элемент с вот этой ручкой. Вот. То есть вам нужно будет за неделю, скажем так, вот у нас вторая пара, фактически, вы можете потратить на то, чтобы изготовить, посидеть в этой программе. Хорошо? Давайте, в общем, я сейчас пока с вами поработаю. А потом вас также отпущу. Договорились? Хорошо. Спасибо. Так. Сделали. Тут также. Отпустили. Вот у нас получилась металлическая крышка. Мне надо присвоить текстуру. Материал я нашел с интернет. Набрал в интернете ржавый металл. Тут у меня в папке. Ну, можно, кстати, и не обязательно ржавый металл. Можете взять отсюда материал скопировать. То есть она будет такой же цвет зеленая. Текстура. Позиция. Раз. Ну, вот. Так. С обратной стороны его тоже надо затекстурировать. Поэтому. Так. Я могу сбоку. Вот так. Давайте. С лицевой стороны скопировать материал. Правка. Текстура. Позиция. Переставить опять эти точки. И заново растянуть материал. Раз. Два. Три. Четыре. Ну, поглядите, как он выглядит. Уже со всех сторон он цветной. Мне остается только сделать верхнюю крышку. Для этого я буду использовать инструмент черчения. То есть я растеку ее пополам. Пополам. Здесь пополам. То есть крест-накрест. И сделаю арку. Арка делается следующим образом. Буква. Я вам рассказывал, что это англоязычная программа. Это буква A. Нажимается буква арка. Делается таким образом. И вот у вас получается такая вот. Ну, если она не соединяется в форму именно фигурка. То есть вам нужно добиться, чтобы у вас фигурка получилась. Вот она. Ну и все. И после вы... Так, есть она... Вот она у меня здесь. Так, ну-ка. Так, если она плохо давится, то можно потом заново материал поменять. Вот я ее выдавил. Раз, два, три, четыре. Текстура. Опять. Ну-ка. Текстура, позиция. Ну, если не получилось, можно скопировать материал с какого-то места. Поставить. Ну, можно сбоку. Сейчас, наверное, сбоку скопирую. О, получилось. Текстура, позиция. Вот он сам встал как надо. Все. А дальше останется просто нам... Вот на круглый элемент вы лучше возьмите какой-нибудь... Или тут есть материал. Вот вкладка материала. И тут есть вкладка металл. Да. Давайте вот он на ржавый металл. Текстура. А ручку сделать просто. Кубик. Внутри него также вырезается кубик. Удаляется грань. Он подымается. Это ручка. И потом вставляется. Кстати, не забудьте, что есть еще один инструмент в программе. Это инструмент группы. В общем, очень удобный инструмент. Но потом я расскажу вам про него. Просто выделите объект и правой кнопкой выберите группу. Это вам сэкономит время на будущее. Вы легко сможете перемещать предыдущие. Но можно и без этого. Ручку я сейчас отмасштабирую, чтобы она была у меня поизящней. Поменьше, поизящней. Так. Все. Время 40 минут. Уважаемые студенты, ваше время дорого. Мое тоже. Поэтому я предлагаю на этом сегодня закончить. Вот как должен выглядеть ваш почтовый ящик. Я сейчас фотографирую его. И отправляю нам на почту ВКонтакт Никите. Никит, ты получил? Видно сообщение? Да. Ну, в общем, уважаемые студенты, я предлагаю сейчас, ну, как бы, то, что я сделал, потратив там 5 минут, возьмите, пожалуйста, это задание. То есть у вас есть целая неделя. Попрактикуйтесь. Выберите, ну, как говорится, с этим почтовым ящиком. Доделайте его, пожалуйста, до конца. Ну, может быть, где-то вам эта программа пригодится, онлайн-версия. Ну, а кто захочет, те найдут на просторах интернета, как говорится, ну, или демо-версию, или такое, как говорится, скетчап 2022 год. Очень удобная программа. Сейчас я с вами, как говорится, даю вам задание и прощаюсь. И всех благодарю, что пришли на занятия. Хорошо? Да, хорошо, спасибо большое. Благодарю вас. До свидания.